Пять ошибок, которые делают мужчины при использовании парфюма. Господа, в сегодняшнем видео я расскажу про парфюм. Я расскажу способы контроля своего запаха, так вы сможете управлять своим имиджем. Задумайтесь об этом. Вы готовы следить за своим запахом? Вы пользуетесь дезодорантом, так? Почему вы его используете? Потому что не хотите дурно пахнуть. Друзья, это только одна сторона медали. Посмотрите на другую. Что произойдет, если вы будете хорошо пахнуть? О чем это будет говорить? Что если от парфюма вы будете чувствовать себя лучше? Друзья, в этом видео я расскажу, как пользоваться парфюмом, как использовать запах, как использовать в свою пользу. Первая ошибка – вообще не использовать парфюм. Друзья, 80% мужчин не используют парфюм на регулярной основе. Оставшаяся часть не используют вообще. Они теряют, безусловно, два мощнейших эффекта. То, как это влияет на вас, и как это влияет на других. Сначала поговорим, как это влияет на вас. Множество исследований показало, что использование парфюмерии может вас успокоить, улучшить самочувствие и укрепить вашу уверенность. А теперь об эффектах на окружающих. Пойдем от противного. Если вы пойдете на мусорку и изваляетесь в ней, вы будете пахнуть чертовски плохо. И что будет с окружающими? Ну, ясно негативный эффект. Но когда вы хорошо пахнете, люди заметят и наверняка запомнят. Запах будет вызывать позитивные реакции. Когда вы контролируете, как вы пахнете, вы сможете оказать положительный эффект на других. Вторая ошибка – мужчины не верят в свои возможности выбрать собственный аромат. Мужчины способны определить индивидуальный аромат. Тогда он, естественно, улучшит ваш естественный запах. Смысл ясен? Но проблема большинства из них – мы принимаем ароматы как подарки. Или когда мы однажды идем в магазин, сразу покупаем 50 мл флакон, которого хватает на год. Приходим домой, и что происходит? Мы понимаем – не, мне не нравится средняя нотка, не нравится нижняя нотка, да и вообще не очень вдохновляет. И вы не знаете, чего хотите. И после жалеете ваши потраченные деньги, или вашей жены, купившей такой подарок. Ладно, пусть останется. И вы пользуетесь ими, когда вы куда-то идете с женой, и она вам говорит, или вам все-таки нужно подушиться. Но вы никогда не получаете удовольствие от него. Друзья, и проблема в том, что вы не нашли аромат, который вам понравился, которым вы наслаждаетесь. И вот почему я с удовольствием представляю вам Сент-Бёрд, они прислали мне пробники. У них около 450 дизайнерских ароматов, из которых вы можете выбрать, чтобы их доставили прямо к вашей двери. Например, я выбрал Барбери Лондон, Балгари и Декларейшн, а также Оксфорд Блю. Они его мне порекомендовали, и я был приятно удивлен. Я не знал, какой выбрать. Они мне понравились. Кстати, у них очень крутая обзорная система. Показывает, здесь 8 миллилитров на 120 пшиков. Как я и сказал, около 450 дизайнерских парфюмов на выбор. Друзья, их доставят прямо к вашей двери за 14.95. И еще одно. Каждый месяц вы будете получать разные ароматы. И это главное, потому что вам нужно перепробовать разные варианты. Вам нужно пользоваться ими, пока вы точно не скажете, что это ваше. И тогда вы сможете купить 50 миллилитров флакон, или 100 миллилитров, как я. Потому что я пользуюсь ими каждый день. Я хочу, чтобы мой запах соответствовал мне. Совершите это открытие. Потратьте время на поиски аромата, который естественно усилит ваш натуральный запах. И каждый раз, как вы будете им пользоваться, будете чувствовать себя шикарно. Третья ошибка – неправильное нанесение ароматов. Вы по-любому видели, как парни делают так. Берут флакон, может и вы сами, пшикают перед собой и проходят в это. Не тратьте так духи. Вам нужно наносить его прямо на тело. Желательно, когда вы шли из душа. Главные и мои любимые области нанесения – это грудь, шея, внутренняя часть рук, запястье и предплечье. Пшикните один раз и запомните время, когда вы это сделали. И спустя несколько часов, может около восьми, в зависимости от характеристики духов, вы можете снова нанести их. Но чего вам точно не нужно делать, так это обливаться ими, чтобы пропахла вся комната. Попробуйте один пшик на каждую из областей, и тогда сразу обнаружите эффект. Не создавайте облака из духов. А также, когда вы нанесли на одну часть тела, не трите ее, а другую. Кто-нибудь знает, как это называется? Напишите в комментариях, я хотел бы увидеть, кто это знает, и почему так нельзя делать. Друзья, у меня есть целая инфографика, я оставлю ссылку. Четвертая ошибка – злоупотребление духами. Две части этого уравнения. Первая – сколько пшиков вы используете. Вторая – насколько сильный аромат вы используете. Поговорим о количестве применений. Когда я покупаю новые духи, начинаю с одного раза. Если он очень слабый, тогда позже, где-то через 4-6 часов, я повторяю процедуру. В этом случае, очень круто, если маленький флакон будет с вами. Некоторые снова пшикают вечером, таким образом, 3-4 раза в день. Но не 4 пшика однократно, потому что тогда он начинает пробивать в нос, вместо того, чтобы следовать вам. Лично я люблю, когда моя жена рядом со мной, мои дочери, когда обнимаю сына, тогда, чтобы они почувствовали что-то. Но если вы находитесь на расстоянии вытянутой руки, вы ничего не учуете. Настройте запах так, чтобы остальные люди вас не учуяли. Ведь иначе у некоторых может развиться даже головная боль. Таким образом, будьте осторожны, это несложно. А также запомните разницу между туалетной водой, одеколоном и духами. Духи самые сильные, ведь в них 20% концентрации. Что касается одеколона, его очень часто выбирают мужчины. Он очень слабый, где-то 2-4% концентрации. Туалетная вода посередине, 10% концентрации. Итак, когда вы присматриваете себе туалетную воду, но до этого пользовались одеколоном, имейте в виду, что она посильнее. Или же вы выбираете духи. Да, мужчины могут пользоваться духами, но они определенно сильные. Вам точно стоит начать с одного пшика. Пятая ошибка – неправильное хранение парфюма. Поймите, ни один парфюм не простоит вечность. Если вы бережете аромат, и правильно его храните, тогда он может прослужить несколько лет. Потом скорее уже пропадет. Но вы можете значительно ускорить этот процесс, если подвергнете солнечным лучам, или флакон находился в сильном перепаде температур в короткий срок. Здесь, в Висконсине, температура скачет от минус 20 зимой до плюс 40 летом. 60 градусов разницы. Если бы я хранил парфюм в машине или во дворе, при таких температурах он бы пропал. Кроме того, нельзя ставить на подоконник. Не нужно ставить на то место, где много солнечных лучей. Свет проходит через флакон, вещества разрушаются, и после он не будет пахнуть, как раньше. Храните флаконы в темном месте, и так он окажется на свету, только когда вы будете им пользоваться. Ну ладно, господа, на этом все. Я хочу увидеть ваши комментарии. Я хочу знать, какой ваш любимый парфюм? Какой аромат ваш любимый? И если у вас нет любимого аромата, если не знаете, каким он должен быть, господа, загляните к Сент-Бёрд. Причина, почему я восторгаюсь их работой, в их доставке пробников. Ведь эта услуга поможет вам попробовать несколько ароматов, какой подойдет именно вам, смотря для какого случая. После того, как вы берете несколько, пробники придут прямо к вашей двери. Вы попробуете, и выберите понравившийся. Так вы усилите свой естественный запах, будете чувствовать себя отлично. И в конце концов, вы сможете использовать аромат в качестве инструмента, оружие, чтобы взять, что вы хотите от жизни, чувствовать себя увереннее и быть лучше. На этом все, друзья. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok